На горле будто кошки скребут, боль в горле не даёт покоя, боль при глотании, першение. Есть лечение. Лора Трицин воздействует на причину инфекции, способен смягчать даже сильную боль и помогает лечить больное горло. Лора Трицин действует от боли в горле, лечит инфекцию. У нас ещё приятули моя красоту Лилопули. У нас новый влог. Он будет довольно полезный, потому что в этом влоге я вам покажу пылесос. Я его уже как раз отсняла для вас, и чуть попозже вы его увидите. Ну и, конечно же, я вас попрошу, поскольку мой канал сейчас находится в теневом бане у Ютуба, за мои видео и за высказывание видео. Поэтому я немножко побуду в теневом бане. Не все мои подписчики могут смотреть и увидеть вообще, что есть видео на канале. Поэтому переходите в мой Телеграм. Кто не видел предыдущие видео, там есть ссылки на него. Ссылка на Телеграм, конечно же, будет в описании, естественно. А также ссылка для помощи животным. То же самое первое в описании. Если вы хотите помочь, то, пожалуйста, я вас очень прошу, помогайте каждые сколько можно. На этой неделе, у нас сегодня воскресенье, и сейчас я буду перечислять деньги в приют. На этой неделе мы собрали с вами 7000 рублей. Это просто огромная помощь. Огромное всем спасибо, всем неравнодушным, кто помогает хвостам. В следующем влоге мы узнаем, дали ли мне гражданство или нет. Но в этом влоге я хочу быть максимально полезной. Поэтому давайте, наверное, мотивашечку вам немножечко. У меня куча глазки, конечно же. Ну и, конечно же, если вы не против, мне просто нет времени отвечать письменно на ваши комментарии. Прошу прощения, я пытаюсь отвечать на них в видео. Поэтому сейчас немножко поотвечаю, буквально несколько минут. Самые популярные – это где купить крючки, которые я меняла в прошлом влоге. Девчули, их уже нет в наличии. К сожалению, я не могу оставить на них ссылку. Их нет. И, ну, это только методом тыка. Нарваться на хорошие крючки. Все зависит от того, какая самоклеющаяся основа на них прикреплена. Просто, как я понимаю, сами крючки не обрабатываются, когда на них наносят эту клеевую основу. Потому что отклеивается именно сам крючок. А вот этот двухсторонний скотч остается прекрасно, остается на плитке. Поэтому, пожалуйста, ищите сами. Я думаю, по отзывам. И я не думала, что будет такой ажиотаж по поводу армобоксов на рандеву, девчули. И, поскольку это были лимитированные армобоксы, конечно же, не все из вас успели их купить, к сожалению. Но, поскольку я оставила ссылки в описании на ароматы, вы можете себе заказать по полтора миллилитра. Если вы захотите попробовать, пожалуйста, можете так заказывать. Потому что этих армобоксов уже нет. Ни женских, ни мужских, к сожалению. И стоит ждать следующего 14 февраля. Это вам на будущее. Если будут армобоксы лимитированные, поверьте, их разбирают на ура. Потому что подборки просто идеальные. Ну и, конечно же, если вы будете заказывать, не забудьте мой промокод. Очень многие мне пишут, что я уколола ботокс. Девочки, ничего не колола. Посмотрите на эти морщины. Это кошмар какой-то и ужас. Но не так всё плохо, потому что у меня есть сыворотки глаты, особенно день-ночь, которые помогают мне. И маски, и всё, всё использую. Я просто не могу найти нормального косметолога. Только я нашла нормального косметолога. Я так думала. Врач, косметолог с огромным стажем. Моя подруга сходила, сделала себе ботокс. Говорит, всё, класс. Мне так всё понравилось. И я смотрю на неё через месяц. Я уже собралась с мыслями, что всё, я пойду. И вы знаете, что у неё вот так вот брови опустились. Упали брови. И я такая думаю, нет, я такого не хочу. Спасибо. Будем искать другого косметолога. Но поверьте, как только я соберусь куда-то идти или я пойду, вы узнаете об этом первое. Я вам обещаю. А ещё в прошлом влоге я вам вставила только одежду. Но я же была в золотом яблоке, провела там очень много времени. И, конечно же, девчули, сейчас вы увидите просто огромное многообразие. Того, чего я сама не видела и не пробовала, конечно же. Сделала кучу совочей, пока там никого не было. И я надеюсь, моим любителям косметики сейчас вам это понравится обязательно. Я посетила стенд Катрис. Только на это у меня хватило времени. Поэтому, девчуль, приглашаю вас к просмотру. Смотрите, парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко». Ну что, пошлите, сходим. Вот у клиник, пожалуйста, новиночки какие-то вышли. Красивые. Это просто рай масочный. Смотрите, огромные стенды стоят. И очень много. И для ног, и для рук. Сколько тут домашнего. Целая куча. С этими красивыми предметами. Какой офигенный стенд у компании Катрис. Я сюда пришла за своими любимыми средствами, которые у меня заканчиваются. И давайте посмотрим, что у них еще есть, чего я не видела. Конечно же, мой любимый. Сейчас он на скидке фиксирующий скрей с мерцающими частичками, которые очень красиво смотрятся. И, конечно же, омолаживается за счет цвета отражающих частиц. Я даже не видела. У них есть такая штука, называется «Тинт для глаз». Давайте попробуем, что там за текстура такая. Боже, как красиво. И в два оттенка этих тинта сидит как влитой. Очень классно. Я целенаправленно ехала за вот этой палеткой. Она же поедет со мной. Посмотрите на эту красоту. Есть еще одна не менее крутая палетка, девочки. «Naturel Spirit» называется. Обалденные оттенки. Вообще подборка. Вы посмотрите, какая классная подборка. Очень красивый. Девочки, не могу вам не показать вот эту красоту. Я нашла тестеры. Здесь они смотрятся намного круче. Вы только посмотрите, какие плотные, классные оттенки. Мне нужна тушь. Тушь у нас «Glam and Doll». У меня как раз закончилась тушь. Я думаю, какой реконструктор взять. Скульптурирующая, которая. Скульптурирующая, скорее всего, ее. Или, или синий водостойку. Я же в бассейн хожу. А, шоуник, смотрите, какая крутая есть. Вот такая бордовая. «Curl and Volume». И она с подкручивающим эффектом. Обалденная щетка. Очень удобно прокрашивать. Вообще самые даже маленькие реснички прокрашивает. Поскольку я сгорелая сейчас женщина, мне нужен бронзер. Очень мягко-шелковистая текстура. Он очень красиво смотрится на лице. «Sun Lover». Прекрасный оттенок. Теплый. Не рыжит. Очень классный румяный есть у них чеклава. Только посмотрите, какой красивый оттенок. И хочу свой любимый хайлайтер взять. Вот этот красавец. Просто невероятное сияние. Не подчеркивает несовершенства. Очень красиво смотрится. Подсвечивает. Он очень такой маслянистый, но ложится тонко-тонко. Боже мой, посмотрите, как красиво. Девчонки, а что это за бальзамы такие появились? Romantic Nude, Sparkle Guava и Sweet Cherry. Full Five Lip Care. Смотрите, какие классные оттенки. Но они полупрозрачные. Я себе сейчас какой-нибудь уже беру. Смотрите, а таких Plump It Up я не видела. Это что-то интересное с эффектом увеличения губ. Вы только посмотрите, какие крутые оттенки. Есть и ягоды, есть полупрозрачные, с шиммером. У линейки HD Liquid Coverage очень много оттенков. Я вам всегда показала 0.10, 0.20, есть еще 0.5. Я не поленилась нанести все оттенки. Ну и, конечно же, я не могу не показать вам все оттенки консилера. Одного из тоже моих самых любимых. Liquid Camouflage. Это огромное многообразие. Прекрасные плотные текстуры, которые перекрывают все несовершенствования. Вы только посмотрите, сколько гаджетов в золотом яблочке разных. Даже у Китфорд есть и массажные пистолеты, и для красоты, и для очищения. У нас тут много всего. Ну и, конечно же, девочки, я вам покажу свой улов. Конечно же, я не могла уйти без Blushing Ocean, естественно. HD Liquid Coverage в 0.20 оттенке. Два консилера. Камуфляж в 0.10 и 0.15. И зелененький. Взяла попробовать Ultimate Camouflage. Такой крем-консилер. Как ни странно, взяла матовую пудру. У меня оттенок 0.30. Ну, он мне как раз подойдет. Хайлайтер. Красивейший хайлайтер в оттенке 0.30. Интересно очень попробовать. Nude Drop Tint Serum. Взяла именно вот эту тушь. Glam and Doll с обалденной щеткой. Plumping, естественно. У меня оттенок 0.60. Сногсшибательная синяя подводка. Вы только гляньте, какая она красивая, плотная. Конечно же, я не ушла без бальзама Powerful. Взяла еще две помады. В 0.20 и 0.30 оттенки. 0.30 просто закачаться. Какой красивый оттенок. Цвет моих губ только чуть лучше. Девчонки, я такой человек, который встает по будильнику. Не встает, короче, вообще. У меня муж удивляется. Он говорит, телефон может орать просто. Его один, его второй. Ой, и мой основной телефон может орать, а я буду спать, как убитая вообще. И было принято решение, потому что мне нужно вставать. Было принято решение купить будильник. Я долго выбирала. Хотелось маленький, стильный. Поскольку Икеи у нас нет. Я искала на Озоне. Вообще, если честно, Озон это моя самая любимая площадка. Для того, чтобы закупаться. Во-первых, там нет никакого платного выкупа. У меня премиум аккаунт. Я могу вообще в любое время сдать товар обратно. Там намного лучше подборка, чем на Валберис. И вообще Валберис не очень люблю. Я там покупаю очень редко, но определенные вещи. Например, как изи-клеин, одежду. Заказала себе куртку, между прочим. Новую, короткую. Полегче. И я нашла будильник. Слушайте, он такой стильный. Я думала, он будет больше. Но хорошо, что он не больше. Я заказала себе будильник, который орет просто белугой. Посмотрите, какой он классный. Он такой стильный. Он похож на икеевский. Но мне он даже больше нравится, чем икеевский. Он малюсенький такой. Но я ни разу еще не проспала. Мне кажется, что от этого товарища просыпаются и соседи внизу, и соседи вверху. И моя соседка говорит, что она ничего не слышит за стенкой. Так вот, я вам сейчас покажу, как он орет. Это просто что-то нереальное. У меня сейчас соседи будут стучать в батареи. Он орет так. Если вы хотите не просыпать на работу, учебу и так далее, я очень рекомендую этот гаджет. Это самый орущий будильник в моей жизни. Поверьте мне, как дочери часового мастера, у которого на тесте были все будильники, которые только можно было придумать. Это самый громкий товарищ. Можно проснуться, мне кажется, даже если ты в халамину пьяный. Ну что, дорогие мои девчули, настало время рассказать вам про новинку у Xiaomi. Это Redky P9. Пылесос, который приятно удивил. Во-первых, он стоит недорого. Во-вторых, конечно же, сейчас расскажу вам про все его плюсы. И, если честно, я не нашла ни одного минуса у этого пылесоса, потому что он соответствует всем моим требованиям, которые нужны, в принципе, для сухой уборки дома. Первый плюс – это то, что он очень-очень легкий. Он весит около 2,5 килограммов. Его резервуар 0,6 литра, то есть 600 граммов с головой хватит, чтобы туда поместился весь мусор из, ну, даже из, наверное, трехкомнатной квартиры. И потом можно его очистить. Здесь пятиступенчатая система очистки от пыли. То есть здесь несколько хепа-фильтров, которые я вам сейчас покажу. У него три режима работы. Эко-режим, второй эко-режим и максимальный режим. Емкость батареи 2600 мА, что хватает на эко-режиме около часа работать ему. И на максимальном режиме около 20 минут. Но этого с головой хватит. И я еще ни разу не использовала, прям капец, как для уборки, максимальный режим. Эко-режима первого и второго хватает с головой, чтобы пропылесосить даже ковер. Он не громкий. На максимальной мощности не превышает 72 дБ, поэтому можно спокойно пылесосить, даже если кто-то в соседней комнате спит. Как любой фен он работает. Плюс это то, что у него отстегивается батарея, и ее можно заряжать отдельно. Большой плюс то, что не нужно удерживать кнопку, когда ты пылесосишь. Ты его нажал, включил и выключил. В комплекте у нас идет, конечно же, крепление на стену, и также к этому креплению очень хорошо крепятся его насадки. Что касается насадок, для меня был плюс, что здесь есть насадка не только щелевая, не только комбинированная насадка. Причем у этого пылесоса насадки снимаются и одеваются намного легче, чем у остальных моих пылесосов. Также есть моторизированная вот такая щетка для мебели. Она мне была очень нужна, потому что нужно пылесосить диван. Также в комплекте идет сменный хепофильтр. Основная моторизированная щетка с V-образным валиком, который не застревает, очень легко вынимается и чистится. Здесь есть специальная кнопочка, которая освобождает щетку, и ее можно легко достать и почистить. Щетка очень маневренная, как видите, очень легко ходит. Нет никаких проблем с маневренностью при уборке дома. И в сборе с этой щеткой пылесос весит около 3,5 килограммов. Это самый легкий пылесос, несмотря на то, что он очень мощный. Идет обычное зарядное устройство. Обслуживать его очень легко. Для того, чтобы очистить резервуар, нужно нажать всего лишь эту кнопочку. Легко очень открывается резервуар. Также у нас здесь внутри идет хепофильтр, который вытаскивается очень легко. Его можно мыть под водой, пожалуйста. Потом обратно вставляешь и все. Для того, чтобы полностью помыть и почистить резервуар, тоже не составит проблем. Здесь есть еще одна кнопка. Нужно ее нажать и немножко повернуть. И доступ есть. Также вот эта часть снимается и, конечно же, промывается под водой. Здесь находится еще сверху один хепофильтр. И благодаря тому, что на нем есть вот такие насечки, невозможно ошибиться. И все легко собирается и разбирается. Ну что, а теперь давайте я вам покажу, как он работает. Кстати, инструкция на русском языке тоже присутствует. Собирается легко и работает безотказно, как автомат Калашникова. Благодаря подсветке на щетке видно каждую пылинку. Можно даже не включать свет. Все прекрасно видно, где какой мусор валяется. Очень мощно все засасывает, абсолютно не остается никаких крошек. Он маневренный, не тормозит на ковре. Мне все очень понравилось. На дисплее отображаются не только его режимы, но еще если забита трубка, то дисплей покажет ошибку. При помощи насадки для мебели очень легко очистить от крошек пыли. Прекрасно вообще справляется даже с самой мелкой пылью. Плюс еще поднимает немного моторизированная щетка ворс. У дивана дополнительно еще выбивает всю пыль из ткани. Щелевая насадка пролазит где угодно и замечательно помещается во все труднодоступные места. Так, рекомендую ли я его? Если сравнивать его с моей прошлой моделью, также от Redky, я его точно рекомендую. Потому что пусть он даже уступает мощности, но комплектация у него лучше. Он легче намного. В два раза он легче. В принципе, столько же у него держит батарея. Поэтому по ценовой категории он может абсолютно спокойно конкурировать даже с топовыми моделями. Обалденный пылесос. И вообще компанию Redky я очень люблю, потому что у меня есть от них и швабра, и пылесос, и теперь еще один помощник в доме. И у меня чаще к нему тянется рука. Почему? Да потому что он намного легче. С ним легче делать уборку. Ссылку я оставлю в описании. Можно купить на Озоне. Как я и говорила, девчули, вам мотивашечка. Смотрите, мне кто-то написал, что воду из сушилки нельзя использовать для парогенератора, что там у кого-то остаются ворсинки. Я специально перелила эту воду в прозрачную тару. Отстояла ее, посмотрела. И никаких ворсинок я там у себя не обнаружила. Поэтому спокойно заливаю ее в парогенератор. И действительно у меня больше не выходит никакая грязная жидкость из него. И вот вы видите пятно на моей гладильной доске. Это вот как раз таки от той воды, которую я всегда заливала, бутилированную, покупную. И все равно была вот накипь и немного как будто ржавчины. Теперь этого нет. Каждый раз проверяю и нахожу то, что выходит просто чистый пар без всякого осадка. У меня глажка раз в две недели, девчули. И если вы себя любите, если вы себя жалеете, я вам очень рекомендую купить парогенератор. Потому что глажка занимает максимум 15 минут. Вот серьезно. Я больше времени не трачу. И в основном это майки и брюки моего мужа. Я себе стараюсь покупать вещи, которые не мнутся. Которые не нужно гладить. Ну, за исключением, наверное, хлопковых майк. А остальное все вообще гладить не нужно. Ни джинс, ни кофты, ничего. И я тут обнаружила, что у меня у мужа слишком короткие штаны. Не от сушилки, а просто он купил такие слишком короткие. Хорошо, что я владею швейной машинкой. Я аккуратненько отпорола, посмотрела. Там можно отпустить целых 2 см. Я все это отпорола, отгладила и спокойненько пришила. На швейной машинке у меня это заняло максимум 10 минут. Теперь он будет с нормальной длиной брюк ходить. Потому что человеку в 38 лет как-то не гоже, я думаю, ходить с постреленными штанами. Мне вообще не нравится эта мода укороченных штанов. Не знаю, как вам. И мужчина как-то выглядит, не знаю, как мальчики что ли. Ну, что-то, короче, не то. Поэтому я стараюсь покупать ему штаны, которые ему будут чуть-чуть ниже щеколотки. И с кроссовками можно, и с туфлями, и с ботинками, и даже с угами. Кстати, зимой мой муж, слава тебе господи, отходил в угах. И, кстати, девочки, мы ни разу не заболели. Но я еще думаю, что это заслуга одного препарата, который я вам скоро покажу. Мы его принимали как профилактику. И, вы знаете, ни соплинки, ни чихинки, ни кашлинки у нас не было. И это меня не может не радовать. Кстати, надо уже съездить купить себе новых вещей. Потому что я обнаружила на некоторых своих вещах, что у меня, ну, как бы они уже вышли из строя. И вот очередная моя блузка, которую я просто обожаю. Ее таскала и в хвост, и в криво, девочки. Я ее беру гладить. И там, представляете, дырка. Дырка, которая, ну, ее не заштопать. Я вроде убрала машинку, думала, может быть, застрочить. Там прям из шва все вылезло. И я понимаю, что нет, блин, мне так ее жалко было. Ну, ладно. Вещи это такое приходит и уходит. Мода все-таки меняется. Хотя я стараюсь выбирать вещи, которые будут всегда в моде. Вот, как видите, огромное дырение. Ну, все, на выброс. Я стараюсь покупать вещи, которые будут в моде еще долго. И которые не выходят из моды. Классическое что-то. И я обожаю черные вещи. Хотя сзади в шкафу вы меня видите немного цветных. Обожаю, кстати, из сенца и желтую кофту. Вообще просто великолепная. И дизайн, и цвет, и веселенько, короче, радует меня. Все свои майки, которые у меня были 48-го размера, 46-го, я девчонки не выбрасываю. Я в них сплю просто. И, кстати, мне кажется, вот пижамы, это, конечно, хорошо. Но когда в квартире очень жарко, вот майки хлопковые, вот самое оно. Но, кстати, посмотрите на мои волосы. Они были прямые. Все с ними было хорошо. Стоило поспать, вспотеть. И все. И они сразу волнистые. Короче, надо перемывать голову. Надо опять укладываться. Ну, ладно. Короче, я вам желаю хорошего настроения. Я надеюсь, этот влог был для вас интересный. Может быть, ну, чуточку полезный. Может, я вас замотивировала на что-нибудь. Дала вам полезную информацию. Пылесос обалденный. Будильник не забудьте. Если вы хотите не просыпать, обязательно приобретите. Ссылку я обязательно оставлю. Главное, чтобы он был в наличии. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok